Сейчас мне уже приходится смотреть, какого кусочка отрезать. Я, наверное, вот так разложу сразу. Сразу буду и раскладывать, какому листику, какая полосочка длиной. Никогда не думала, что мне доставит удовольствие кромсать. Буквально в смысле слова я кромсаю. Москуты и получаю от этого удовольствия. Так, здесь короткий пойдет. Я буквально кромсаю и получаю от этого удовольствия. Никогда не думала бы и не поверила бы. Здесь совсем узенько, одна полосочка требуется. Вот я сейчас. Ага, и вот тут. Ну, может быть, я и пришью. У меня почему-то болит голова сегодня, а голова не болит у дятла. Головы не болят у дятлов, у них есть амортизаторы. Когда у нас началась война и остановились большое количество предприятий. Какие-то остановились, какие-то стали работать меньше. У нас появилось больше соек и дятлов под окнами, хотя у меня жилой микрорайон. Посадка от нас достаточно далеко. Вот, поэтому вот такие у нас гости иногда прилетают под балкон. Пошла пришивать. А вот теперь, очень здорово вписывается, да. А теперь я буду ставить красным наверх, вот таким, эту же ткань. Я очень рада, я прям так рада, что у меня уменьшится хлама. Я не люблю собирать хлам. Я, конечно, у меня там и пряжи очень много, но я все-таки ошметки я все-таки перебираю и выбрасываю изредка. Не скажу, что постоянно. Ну, вот таких пакетиков за все 3-4 месяца, которые я сейчас рукоделю, я выбросила уже ну, с десяток полных вот таких. Ну, не хочу. Я найду, из чего пошить, правда, если уж совсем меня приспичит, я найду, из чего пошить всякие там коврики. Ну, правда, собирать кусочки. У меня просто за всю мою жизнь у нас мешки стояли, правда, у нас стояли мешки. Мешки, но мама шила очень активно. Мама шила всю свою жизнь. А бабушка перерабатывала все эти кусочки, которые оставались. Моя героическая бабушка всегда помогала маме в ее работе. Мама работала швеей. Масса заказов и на работе работа с утра до ночи. И заказов всегда очень много было у нее. Масса. Поэтому бабушка моя всегда сидела, помогала, наметывала, сметывала, порола, выворачивала. Я по мере возможности мне наметку не часто доверяли сметывать вещи. А вот пороть доверяли. И доверяли выворачивать рулики. Очень был один период, я помню, все было такими петельками мелкими. Отлетные петельки такие, как сказать, на пуговичках на манюсеньке. И потом, это очень много руликам приходилось маме строчить. И потом всякие рулики там, какие-то отделка в виде руликов. Ну, всевозможные. Мама аппликации очень хорошо умела делать. Мама шила клиентам купальники. Она все, она полностью шила от нижней до верхней одежды. Полностью все. Она могла и шубы шить. Нам она с дочерью делала и шубы, и куртки мехом. Очень там обшитые. Я всегда была одета на все праздники в нарядных вещичках. Раньше взять было негде. Так, сейчас я буду ровнять. Пора уже это все сравнять. Потом я уже буду ровнять роликовым ножом, когда все это, когда бумагу я сниму. Я же теперь, как настоящая супер мастерица лоскутного шитья, имею, хоть и маленький, но коврик для лоскутного шитья, и имею роликовый нож. Поэтому я теперь супер мастерица. И все это, когда я сниму эту бумагу с изнанки, я, конечно, еще раз эту чужу. И уже буду ровнять роликовым ножом. Вообще, конечно, я в тот день столько денег потратила. Кто-то бы сапоги купил. Я причем-то, ну, неплохие сапоги. А я накупила один нож 680 рублей. Когда мне сделали скидку, как любимому постоянно покупателю, 10% я там еще кое-что купила. Поэтому у меня была приятная скидка. Но, тем не менее, это только там я купила. И на Маяке, на Аптухина купила себе всего-всего, невозможно, много. Но порадовала себя до сих пор. Я эти ниточки рассматриваю периодически. И уже шила им удачные очень нитки. Там я тестирую как раз вот. И те нитки тоже. Я купила наборы. Четыре разных набора я купила. Поэтому тестирую сколько хочешь теперь. Так, ну, какую же мне... А, да, красную я же туда забыла. Я же красную теперь поставлю. Красной стороной яркой. А я забыла уже. Растерялась. Так, ну, сейчас примерю красную. Вырежу. Буду шить дальше. Посмотрите, какие получаются красочные блоки. Я не хочу сильно... Уж сильно усложнять. И поэтому, там, где можно, я... Ну, чтоб разбавить веселее. Иногда по два кусочка ставлю. Уже одинаковых. Чтоб и избавиться от этих остатков. И чтоб уже... Ну, убрать их. Чтоб немножко не рассчитала. И придется еще один кусочек настрачивать. Ну, ничего страшного. Чуть-чуть надо было выше поднять. Так, что же мне сюда еще пришить-то? Повторяться не хочется. Мне не хочется повторяться. Хотя можно и попробовать, в принципе. Опять не захватила кусочки. Ладно, буду чуть-чуть уменьшать здесь. Уже такие совсем маленькие. Дошивать точно не буду. Тоже совсем. А начнешь ровнять, как раз по шву пойдешь. И будет не очень. Сегодня что-то с погодой. Моя голова и мои уши каким-то странным образом реагируют непонятно. Вроде бы светло. А как-то вроде и не красочно. Хотя так солнечно было с утра. Наверное, поэтому... Хотя в воскутном шитье уточняется, что не стоит вот так водить утюгом. Я стараюсь, конечно, придерживаться. Но иногда прям лоскуток просит, чтобы по нему проехали. Но вообще, как бы, требования такие, правила, что не стоит вот так ездить. О, звоночек! Я теперь, наверное, беленьким настрочу, чтобы немного светлее сделать. Тут молочное подумала. Наверное, стоит. И какие бы еще сюда добавить? Этот очень тонкий. Как-то он, не знаю, может быть, вот так вот сделать. Наверное, если сделать в две, прям вот так ложить и пристрачивайте. Будет очень даже неплохо. Она здесь просится. Вот эта красиво ляжет. Сейчас я и эту положу. Так, хорошо. Следующую. Как всегда, надеялась, что быстрее справлюсь. А время по-своему идет. Ну, это не страшно. Потихоньку, потихоньку. Несколько уже готово. Не знаю, буду дошивать. Думала, не дошивать такие кончики. На некоторых очень придется много обрезать, если ровнять с теми, на которых я собираюсь не обрезать. И обрезочки, как будто бы, есть такие, которые можно пришить. Потом буду ровнять, буду думать. Симпатично. Вот один уже готов. А некоторые еще прям дошивать, дошивать. Посмотрите. Это зависит, видите, от того, что кусочки неравномерные. Но, с другой стороны, равномерные кусочки там будут в шитье, когда, если резать, нарезать заранее. Ну, когда какое-то произведение искусств, ой, каких я насмотрелась красивых работ. Как это вдохновляет. Я так благодарна людям, которые... Это все вот, когда темненькие такие пятнышки, вот я сейчас покажу, перешло с утюгом, перешло с этой ткани. Вот с пипочек этих черных резиновых. Я потом буду строчку ложить цветную. Я вот мне очень нравится, когда еще идет такая отделочная строчка. Поэтому все эти дефекты, они спрячутся. Я когда-то тоже слышала от одной швеи такую фразу. Ручка гадит, утюг гладит. Как это на самом деле правда? Как всякие пословицы и поговорки себя веками оправдывают. Еще слышала такую фразу. Не мы придумали, мы проверили. Вот тут нужно дошить. Это тоже вот из этой же оперы. Как поговорки и пословицы иногда не в брови, в глаз попадают. Насколько точно люди умеют свою мысль сказать, что фраза становится крылатой. Фразы буквально становятся крылатыми. Забываю подрезать, а потом приходится возвращаться. Но это потом все будет сто раз равняться. Нравится мне. Единственное, что я не померила, не знаю, сколько мне нужно. Но мне нужно очень много. Как бы мне семь штук, это прям, я не знаю, прям, это третья часть как минимум. Мне придется еще делать. Ну, какие-то будут с такими же цветами повторяться. Какие-то могу, может быть, прям целые куски, квадраты можно такие небольшие между ними поставить. Допустим, вот как синие куски у меня цельные. Вот такие вот эти в клеточку. У меня тут их штаны распоротые. Брюки. Мне кажется, женские брюки. У меня еще вот такой красивый есть. Может быть, но он такой кусочек. Я думала, не кромсать его. Он достаточно плотный такой шов какой-то искусственный. Его можно именно такими вот, вот такими кусочками при соединении блоков уже использовать. Я так подумала. Поэтому не стала его кромсать. Пожалела. Лишние ниточки я буду уже на готовом изделии дергать, убирать. Боюсь, что-то дернуть, испортить. Никогда не думала, что глажка мне будет доставлять такое удовольствие. Никогда не любила глажку. А сейчас прям утюг не убираю. Он у меня мог годами стоять убранный. Там что-то там погладить. Изредка я стараюсь. У меня все-таки все такие вещи, которые минимально гладить нужно. Хотя, когда я вязала на заказ, эти вещи все, конечно, приходилось иногда отпаривать, чтобы выровнять ниточку. Скорее отпаривать. Припаривала не гладила, а опарила. Вот такие красивые блоки получаются. Я прям сама не ожидала. Очень красивые. Это след от клея я подклеивала, но его не видно будет. Там основа темная. Хотя, сейчас я хоть примеряю, сколько мне нужно блоков. Готовы мои блоки. Ну, готовы. Я их прострочила, но теперь мне нужно отмочить, снять обратную сторону. 7 штук. Очень симпатично они получились. Красочно. Но я посчитала, сколько мне нужно на самом деле таких блоков на этот коврик. Балконный. 18 штук. Поэтому мне нужно пошить еще 11 блоков. Я думаю, что я сделаю более простые блоки, потому что, ну, хотя как получится. Потому что кусочки разные. Нужно подумать, есть такие же самые, какие-то есть цвета, а какие-то уже закончились. Но есть синие. Вот такой синий есть. Вот этот синий есть. Вот этот в клеточку есть. Совсем чуть-чуть зеленого есть, небольшой кусочек. Но есть похожий на этот бежевый. Есть еще это нашла. Такие еще есть. Буду смотреть, в общем, буду смотреть, что у меня еще есть. Красненького совсем чуть-чуть осталось. И буду умудрить 11. Может быть, я сделаю какие-то такие однотонные квадраты, как хотела. И какие-то еще блоки. И потом между ними размещу. Это нужно уже, конечно, приготовить, снять бумагу, разутюжить, обрезать. Потом еще раз разложить эту основу и уже потом смотреть, что мне туда нужно. В общем, наснимала я уже 40 минут. Естественно, я не смогу столько поставить. Буду что-то вырезать, что-то ускорять, сжимать, так, чтобы это было хотя бы в два куска, минут по 20. Сама не люблю длинные смотреть и не хочу забирать много времени у кого-то. Да, и опять же, я где-то медленно разговариваю, где-то медленно работаю. Я сама всегда ставлю на ускорение. Иногда даже на ускорение в два раза. Поэтому, пожалуйста, кнопочка вам в помощь. Можно ускорить, можно где-то что интереснее рассмотреть, замедлить. YouTube, интернет, все эти технологии такие удобные. Все для удобства зрителя. Ускорить, замедлить. Поэтому не ругайтесь, что долго, нудно. Можно все ускорить. Если интересно получить информацию, при этом побыстрее ее получить, можно ускорить, нажав на скорость. На сегодня всем пока. Всех целую и обнимаю. Жду вас у себя на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин